Дивиденды по акциям банков, Сбер и ВТБ, когда они будут? Приветствую вас, меня зовут Александр Иванов, я автор проекта Финсоветник. В прошлом видео мы с вами обсудили дивиденды по металлургам. В этом видео для разнообразия обсудим дивиденды по российским банкам. И говоря, конечно, о российских банках, в первую очередь мы подразумеваем Сбер и ВТБ. Два самых крупных в России банка. При этом, например, Сбер, по крайней мере, до кризиса, боролся традиционно за первое место в России по капитализации среди публичных компаний. Это довольно ликвидные ценные бумаги. И, конечно, на них, так сказать, надо обращать внимание, когда мы говорим про банковский сектор. Итак, что можно сказать про дивиденды по Сберу и по ВТБ? В, так сказать, спокойной ситуации, дивиденды по этим акциям весной уже могли бы стать известны. Например, Греф в начале февраля обещал, что дивиденды Сбера могут быть определены в марте. Сейчас уже середина апреля, информации про дивиденды Сбера нет. Ну и, собственно, понятно почему. То есть, в общем-то, из-за известных событий сроки по дивидендам были перенесены. Следующий момент. Когда мы говорим про дивиденды Сбера и ВТБ, здесь есть некоторая существенная разница. У ВТБ бывало такое, что они, так сказать, обещали одно, делали другое. И это, конечно, было последний раз в 2020 году, то есть недавно. Если вы опытный инвестор, вы наверняка помните, что в 2020 году сначала руководство ВТБ обещало направить на дивиденды половину прибыли. Затем дело ограничилось лишь 10% потому, что в 2020 году наступил кризис. Ну и, в общем, дивидендов решили заплатить поменьше. Сбер как раз наоборот. Сбер, даже несмотря на кризисные времена до этого, предпочитал дивиденды платить вполне исправно. И здесь, конечно, показательная ситуация, которая была по итогам 2020 года, когда они за 2019 год сначала в 2020 году заплатили дивиденды, как и, так сказать, намеревались полноприбыли. Затем и за 2020 год они заплатили дивиденды. Прибыль за 2020 у них оказалась тогда меньше прибыли за 2019, но они направили на дивиденды такую же сумму. То есть, посмотрите, прибыль за 2019, прибыль за 2020 поменьше. Но, если посмотреть дивидендные отсечки, то они 18 рублей 70 копеек за оба года. Они просто большую долю прибыли тогда направили на дивиденды для того, чтобы, так сказать, поддержать интерес акционеров, интерес инвесторов к банку. Однако, в этом году не просто наступил такой кризис, но наступил очень большой такой кризис, который, ну, как бы, да, трудно сравнить с чем-то в истории России. Есть сравнение с 2014 годом, есть сравнение даже с 90-ми, годами с 98-м годом. И в такой ситуации мы еще не знаем, что решат сами банки, что решит, например, Греф, глава Сбера, что решит Костин, глава ВТБ. Однако, мы знаем, что рекомендует сделать ЦБ и Минфин. ЦБ рекомендовал банкам в этом году от дивидендов, от выплаты дивидендов отказаться. До этого такую же рекомендацию выпустил Минфин, то есть, предложил Госбанкам отказаться тоже от выплаты дивидендов. Это произошло с разницей буквально несколько дней, ну, там, наверное, где-то около недели разница была между этими сообщениями. Что наталкивает на мысль, что ЦБ и Минфин не хотят, чтобы банки платили дивиденды, хотят в этом году. Хотят, чтобы деньги остались в банках. В чем может быть причина? Причина в том, что удар по банковскому сектору будет довольно сильный в этом году. Здесь есть несколько причин. Причина первая, это то, что ЦБ в рамках антикризисных мер резко повысил ключевую ставку до 20%. И у банков получился такой, ну, скажем, разрыв в плане доходов и расходов. Они понаводавали много кредитов, они нарастили до рекордных максимумов кредитные портфели. А выдали кредиты, например, там, ипотечные под 9, под 10% годовых. А вклады, они сейчас привлекают под, там, 19, под 20. Сейчас ставка по вкладам будет постепенно снижаться. Вот, но все равно понятно, что если банк раздает кредиты под, там, раздавал под 10%, и они не могут повысить в одностороннем порядке ставки по подавляющему большинству кредитов. А вклады сейчас народ видит под 20 и перекладывается, да, там, или будет 17, 15, все равно выше. То для банков это довольно серьезный удар по капиталу. Кроме того, конечно, падение доходов населения тоже, скорее всего, произойдет. И, опять же, по прогнозам государственных организаций, оно будет, ну, довольно существенным. Тоже рекордным, как минимум, за несколько лет. В такой ситуации банки могут оказаться под ударом. Вопрос, под каким ударом они могут оказаться. Можем с вами здесь провести аналогию с 2014-2015 годами, когда тоже был, тоже был отчасти похожий сценарий. Конечно, сейчас, наверное, более серьезный кризис, чем был в 2014 году. Но паттерн немножко похожий. Обратите внимание, что в 2014 году был резкий рост, резкое повышение ключевой ставки. После этого постепенное снижение. И сейчас мы видим тоже резкий рост ключевой ставки. И уже началось снижение. ЦБ как раз не так давно с 20 до 17% ключевую ставку снизил. В такой ситуации, что происходит с показателями банков, они падают. При этом падают довольно существенно. Давайте начнем с ВТБ. ВТБ, когда был кризис 2014 года, вообще, так сказать, уходил в минус. То есть ВТБ получал убыток. И вот как раз, когда была самая высокая ключевая ставка, 17%, вот был первый квартал 2015 года, тогда ВТБ получил убыток в 14 миллиардов рублей. Потом постепенно, так сказать, оклемался, вышел снова на прибыль, но, так сказать, в нокдауне побывал. То есть обратите внимание на показатели, скажем, 2013 года. И посмотрите, что потом произошло в 2014 году. То есть, условно говоря, вот этот, так сказать, да, отходняк от кризиса занял, ну, где-то порядка двух лет. То есть возврат из убыточности в прибыль, ну, это за несколько кварталов, за парочку кварталов. Но вот именно возврат на нормальную прибыль, да, это где-то 2-3 года занял в случае с ВТБ. В случае со Сбером ситуация немножко получше была. Они, так сказать, удар тоже получили, но у них прибыль в первом квартале 2015 года падала всего лишь, если можно так выразиться, в три раза к значениям предыдущих годов. Ну, и потом постепенно прибыль в тот же год развернулась. И уже спустя год они постепенно восстановились. Обратите внимание, за 16-й год прибыль Сбера уже была на тот момент рекордной. То есть, в общем-то, здесь они смогли с 15-го года, да, до 16-го, где-то за год-полтора перейти снова в очень хорошую прибыль. Соответственно, что можем сказать по дивидендам банков? В этом году, вероятно, ни Сбер, ни ВТБ дивиденды не заплатят. Все-таки есть какие-то сомнения насчет Сбера. Все-таки мало ли вдруг они захотят дивиденды заплатить. Но все-таки, когда и ЦБ, и Минфин говорят, что лучше не платить, понятно, что все-таки Греф вряд ли скажет, а мы не послушаем ни ЦБ, ни Минфин и заплатим. Ну, такое довольно мало вероятно. Вот, по ВТБ понятно, что дивидендов не будет, потому что ВТБ раньше и на меньший кризис отвечал тем, что дивиденды не платил или сильно их занижал. Вот, по итогам следующего года дивиденды могут уже какими-то быть, но, скорее всего, небольшими. Потому что, по аналогии с тем, что было в 2015 году, а там было падение прибыли, дивиденды за, так сказать, вот, 22-й год, которые будут через год весной 23-го анонсированы, они могут быть относительно небольшими. А возврат к нормальным, так сказать, крупным дивидендам, которые, скажем, для акций из Сбера и ВТБ смогут составить хорошую дивидендную доходность, может произойти где-то года через два. Вот, то есть, по итогам 23-го года, где-то через два года дивиденды могут быть заплачены. Что мы из этого с вами извлекаем, какую полезную информацию про акции Сбера и ВТБ. Ну, сейчас и те, и другие акции упали довольно сильно. Акции Сбера упали на значение аж 6-ти летней давности. Эти акции ВТБ, там вообще даже страшно смотреть, сколько лет назад они последний раз стоили 2 копейки за бумагу. С момента народного IPO 2007 года они вообще в 6,5 раз просели, то есть, прям вообще космос, как упали за 15 лет. Вот, соответственно, из-за такого сильного падения, да, эти акции, конечно, ну, скажем уже, например, продавать из портфеля, может быть, даже жаль, потому что уже довольно сильно упали. Вот, но, тем не менее, из-за того, что дивидендов пока нет, в следующем году они, скорее всего, будут небольшими, если будут, а хорошие полноценные будут года через два, акции банков после такого падения могут быть идеей, ну, скорее, там, не на несколько месяцев, скорее, где-то на год-два. Это идея под восстановление сектора, восстановление экономики, которая, скорее всего, произойдет, но произойдет не скоро. Такой вот диагноз по бумагам и, соответственно, в этом году без дивидендов, в следующий год небольшие, и через два года уже более-менее полноценные, крупные, интересные могут быть заплачены по вот этим бумагам. Сбудется этот прогноз или нет, мы сами увидим в последующие месяцы, в данном случае, даже, скорее, в последующий квартал, будем отслеживать финансовые показатели банков в динамике, что там происходит. Надеюсь, это видео было для вас интересным и полезным. Лайк, подписывай, комментарий, колокольчик всячески приветствуется. В комментах приветствуются пожелания по темам будущих видео. Желаю вам успешных инвестиций.